Всем добрый день! Это питомник роз Полины Козловой. Совсем скоро, буквально дня через 3, уже апрель. И сейчас кто-то спросит, а зачем вы показываете нам вербу? Я вам хочу рассказать такой небольшой-большой секретик. Сейчас весна, все будут высаживать не только розы, но и всякие другие растения. И все очень заботятся о хорошем корнеобразовании. Кто-то покупает биологические стимуляторы корнеобразования, кто-то покупает химические, кто-то гормональные. В общем, каждый, кто что может, тот, кто хочет, покупает. Но есть такое растение хорошее, верба, либо еще ива. Сейчас покажу сверху. У нас есть целый ряд ив. Кто-то спрашивал, зачем вы столько насажали? А я вам сейчас расскажу, зачем у меня столько много ив. Вообще, я это дерево очень люблю, но мне очень нравятся, особенно те формы, которые неплакучие, ветки вертикально. А нужны они мне для того, что они очень сильно помогают корнеобразованию любых других растений. Каким образом? То есть в начале сезона, вот когда у них начинается... Ну, верба должна попозже это сделать, а ива уже это делает, распускать вот такие зеленые красивые листики. Вот такие молодые ветки берутся, срезаются, на любую величину, длину режутся. Ну, обычно это делается в ведре или какой-то емкости. У нас большая емкость, так как у нас много нужно этого полезного вещества. И ставится для упоренения. Как только в воду начнут проникать беленькие такие красивые корешочки от ивы, эта вода, скажем так, становится волшебной. Этой водой можно поливать все. В соке ивы очень много таких же элементов, как в тех препаратах, в которых корнеобразование происходит. То есть корневин или что-то такое. Ну, я условно говорю, я не буду сейчас сильно умничать. И для того, чтобы вот, например, мне конкретно для роз, нужна была такая вода в большом количестве. У меня всегда в большой емкости, литров, наверное, на 300, стоят обрезанные ветки ивы. Ивы и вербы. Но вербы у нас еще пока мало. Я ее пока только-только начеренковала, для того, чтобы как можно больше рассадить по участку. Вот она, красавица. Вот они у нас в горшках стоят. А ивы у меня много. И вот мы ее режем в начале сезона, как только наступают теплые дни. И на улице у нас, на улице-то бочка стоит, вода перестает промерзать. Нарезаем и ива дает много беленьких корешочков. И вот этой водой я пользуюсь, когда мы делаем опрыскивание любое. Но в основном я его стараюсь добавлять в опрыскивание, когда идет цветение. И когда мы начинаем высаживать новые саженцы или шиповник для лучшего корнеобразования. Там буквально на 15-й день сразу виден результат. Я не скажу, что я такая умная. Я это тоже прочитала, а потом испробовала. Ну, в какой-то книжке, честно говоря, не помню. Вот. И теперь я постоянно вот этим пользуюсь. Сейчас просто хочу показать вам иву. Такую красивую. Это карликовая форма. Вот такая тоже. Ее тоже можно нарезать веточки. И ставить в воду. Как только начинают проклевываться белые корешочки, все, эта вода приобретает особый статус. Волшебная вода становится. Ей можно и поливать, и опрыскивать. Я вот даже заметила, когда в розы в рядах растут, новые сорта, вот то, что идут на продажу. Обычный первый саженец, который возле крана, он всегда страдает больше всех. Потому что люди, когда ходят, они то юбкой зацепят, то наступят нечаянно. И у него всегда ветки подломанные. Обычно эти саженцы всегда первые идут на выбраковку. Но так как опрыскивание всегда с них начинается, любое, у них вот на этих обломанных ветках всегда столько корней, они прям вот все, как вот мочалка с корнями. Обычно всегда эти саженцы либо себе остаются, подсаживаем где-то под забор, либо те, кто работает в питомнике, потом себе забираем. Так что вот такой небольшой секрет про иву. Пользуйтесь. Вода должна быть обычной, не кипяченой. Где-то я читала, что кипяченой. С кипяченой водой у меня такого эффекта не получилось. Именно обычная сырая вода. И вот в бочке пока стоят эти ветки, только они перерастают, то есть перестают выходить белые корешочки. Остается вот такая мочалка на ветке коричневой. Все, мы эти ветки удаляем, утилизируем воду. И в эту воду добавляем опять новые ветки. То есть ветка всегда должна быть володая, всегда от нее должно быть сокодвижение и выдавание вот этих новых молодых корней. Так что вот так. Сейчас у нас, правда, не очень много времени, потому что у нас идет активная отправка заказов и активная посадка именно в питомнике. Так что на все вопросы я постараюсь ответить немножко позже. Ну а так, всем спасибо и до свидания.